Цхинвал готовится к памятной дате. Траурные мероприятия начнутся сегодня поздно вечером. Именно в ночь с 7 на 8 августа 2008 грузинские войска штурмовали город. Эти кадры 10 лет назад облетели весь мир. Грузинская артиллерия градами утюжит спящий Цхинвал. В первые же часы гибнут российские миротворцы, направленные в зону конфликта по мандату ООН. Россия вынуждена была встать на защиту собственных граждан. Сомнений у первых лиц государства не было. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что? Нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову. Цель была в том, чтобы выбросить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казниться Акашвили. В конечном счете, это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, в Осетии и в Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским Союзом и с другими странами. Дмитрий Медведев в 2008-м российский президент и главнокомандующий. Именно он отдавал приказы войскам, но решение принимал не в одиночку. Владимир Путин в 2008-м премьер-министр. 8 августа он на открытии Олимпиады в Пекине, но обсуждает с тогдашним президентом США Бушем события в Южной Осетии. В это время я, как вы знаете, находился в Пекине и имел возможность на короткие переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я ему прямо сказал о том, что нам не удается связаться с грузинским руководством, но один из руководителей вооруженных сил Грузии объявил о том, что они начали войну с Южной Осетией. Джош ответил мне, что, я уже об этом говорил публично, что войны никто не хочет. Мы надеялись, что администрация США вмешается в этот конфликт и остановит агрессивные действия грузинского руководства. Ничего подобного не произошло. Уже 9 августа Путин экстренно возвращается в Россию и сразу едет в лагерь беженцев из Южной Осетии под Владикавказом. Действия грузинских властей в Южной Осетии – это, конечно, преступление. И прежде всего это преступление против своего собственного народа. Потому что нанесен смертельный удар территориальной целостности самой Грузии. А значит, огромный ущерб ее государственности. Спустя всего несколько часов встреча Путина с Медведевым. Речь, конечно, о Цхинвале. На мой взгляд, это уже элементы какого-то геноцида против ассистинского народа. И я думаю, будет правильно, Дмитрий Анатольевич, если вы дадите указание военной прокуратуре документировать проявление подобного рода. Я, естественно, дам такое указание, потому что прокуратура должна разобраться со всеми этими случаями. Комиссия Евросоюза в итоге признала, что войну развязала Грузия. Впрочем, стратегические интересы Запада на Кавказе по-прежнему идут вразрез с российскими. Это совместное учение Грузии и НАТО. Достойный партнер. Они проходят прямо сейчас. Реанимирована опасная идея возможного вступления страны в Североатлантический альянс. Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения. Потому что для нас Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружеские и дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении. Мир на Кавказе – хрупкая материя, особенно если некоторые стороны к нему пришлось принуждать. Это хорошо знают в Цхинвале, где до сих пор, через 10 лет после войны, еще не все разрушенные здания восстановлены.